Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Заметки Нумизмата и я Алексей Шуйков. Сегодня в точстве без Сергея Игоревича отвечу на ваши часто задаваемые вопросы. А вопросов у вас, как мы поняли, накопилось очень и очень много. Итак, разберемся со всеми по порядку. Поехали! Вы часто нас спрашиваете, какая тема в нумизматике, какая тема в коллекционировании монет сейчас наиболее востребована, наиболее популярна, какая находится сейчас в тренде. На самом деле ответ на этот вопрос и сложен, и прост. Все зависит от ваших приоритетов, от ваших вкусов, от ваших задач и размеров вашего кошелька. Но что же на самом деле сейчас продается в большей мере, какая тема не продается и по рыночному выражению стоит на рынке в продаже, мы попытаемся разобраться. Первая по популярности тема среди российских нумизматов это тема современных юбилейных монет из недрагоценных металлов. Их сейчас много, разновидностей много, их повсюду можно встретить как и в кошельках у каждого из нас, в карманах, их можно получить на сдачу, купить в нумизматическом магазине в красивом буклете подарочном. Эта тема интересна, эта тема многообразна, эта тема не затратна, и именно она является стартовой площадкой для начинающего нумизмата. Следующая по актуальности тема, которой увлечены очень многие нумизматы России и бывших стран Советского Союза, это ходячка, разменная ходячка монет времен СССР, то есть с 1921 по 1991 год. Эта тема нашла своих почитателей, в этой теме очень много сложных монет, очень много разновидностей, много выпущенной литературы по этой теме. Люди собирают по штемпельным отличиям, по незначительным различиям в исполнении гурта, аверса, реверса, и эта тема, она требует уже намного более серьезного подхода, и зачастую она довольно-таки затратна. На первом этапе кажется, что тема довольно-таки бюджетная, потому что много монет из этой темы можно собрать действительно за совершенно незначительные деньги. Но потом коллекционер, который увлекается и погружается в эту тему, понимает, что в ней очень много интересных, дорогих и редких разновидностей, которые тяжело достать, которых практически нет на рынке. Отдельным направлением, популярным среди современных нумизматов, является коллекционирование монет из драгоценных металлов, выполненных и отчеканенных по технологии ПРУФ, то есть полированными штемпелями на полированных заготовках. Эти монеты в основном выполнены из золота или же из серебра и интересны более с инвестиционной точки зрения, нежели с коллекционной. И одинаково востребованы как коллекционерами, ввиду множества сюжетов, обилия номиналов и прочего, так и инвесторами, которые покупают данные монеты в качестве приобретения драгметалла, цена на который постоянно растет и меняется. Самым интересным, самым востребованным и в то же время самым дорогим направлением в российской нумизматики всегда было, есть и будет тема Российской империи, охватывающий период с 1700 по 1917 год. Обилие разнообразных номиналов от 1,4 копейки до 15 рублей, обилие вариантов исполнения металла от меди до платины, обилие разновидностей и вариантов самих монет, все это дает огромные возможности для коллекционирования, для разнопланового и разно тематического коллекционирования. То есть кто-то из нумизматов, которые вошли в тематику Российской империи, сначала собирали все монеты подряд, то есть в коллекции у человека очень часто можно встретить и 1,4 копейки, и полтинник Николая II, и пятак Екатерины Великой. Но впоследствии, со временем, когда человек осознает, что и как ему собирать, когда появляются какие-то предпочтения в коллекционировании, в основном нумизмат переходит в какую-то одну определенную узкую тему. Это нормально, это нормальная эволюция человека как коллекционера. Приведу пример. Зачастую альбом начинающего коллекционера Российской империи. Что мы видим? Это 20 копеек 1915 года, как представитель позднего Билона. Это пятак Екатерины II, это рубль Николая II, это какая-то Петровская медная копейка, ну и так далее. Потом человек определяется с темой и уже плавно переходит к одному какому-то направлению. Это уже формируется коллекция либо меди определенного периода. Очень много, кстати, коллекционеров среди наших с вами коллег, которые занимаются, например, исключительно екатерининскими пятаками. Кто-то занимается именно разменной серебряной мелочью, кто-то коллекционирует рубли по разновидностям. И вот это уже является профессиональной грамотной коллекцией, которой каждый из нас приходит рано или поздно. В российской нумизматике есть и темы, к сожалению, менее популярные у большинства коллекционеров. Например, это тема до Петровских средневековых монет, так называемой чешуи. Эта тема еще ждет своих исследователей, ждет своих профессиональных коллекционеров, ждет новых публикаций. На сегодняшний день наиболее полным справочником по этой теме является работа Гулецкого и Петрунина «Русские средневековые монеты». Иностранные монеты. Да, конечно же, среди российских нумизматов-коллекционеров очень много людей, собирающих монеты других стран. Но заниматься коллекционированием иностранных монет – понятие слишком широкое и слишком объемное. Кто-то собирает ходячку современную всего мира, что очень интересно, очень объемно, очень познавательно и незатратно. А кто-то же занимается коллекционированием монет Византии, Древнего мира, либо Старой Европы. А это уже совершенно другие деньги, это уже совершенно другие монеты, требующие профессионального подхода и профессиональных знаний. Увы, на русском языке книг по зарубежной нумизматике, по зарубежным монетам не так много. Отсюда и невелик спрос, и невелик интерес к этим монетам. Однако в остальном мире те же самые талеры, те же самые монеты Древней Греции и Древнего Рима очень и очень популярны среди нумизматов всех стран. У нас же эта тема не так популярна. Друзья, отвечая на ваш вопрос, что же сейчас собирать, какая тема в коллекционировании сейчас в приоритете, какая в тренде, я скажу вам следующее. Собирайте то, к чему лежит ваша душа. К тому, что доставляет вам эстетическое удовольствие и позволяет ваш кошелек. Любая коллекция интересна, любая коллекция, в которую вложили душу, интересна двойне. Спасибо большое. До свидания. Всех с Новым годом. Субтитры подогнал «Симон»!